Сегодня в Бийске работают два ковидных госпиталя и оба открывали с участием бизнеса. Деловое сообщество и депутаты разных партий, причем не только бийские, закупают медицинское оборудование, бытовую технику, одеяло, подушки. В общем, все то, в чем есть необходимость. Предпринимателям нелегко. У нас тоже очень много разных проблем и с клиентами, и с доходами. Но тем не менее, знаете, есть такая социальная ответственность, что кому-то, наверное, все-таки бывает хуже, и поэтому нужно помогать этим людям в трудные минуты. По информации из администрации Бийска, здравоохранению помогли и продолжают помогать больше 60 предприятий и организаций. Наши производственные компании, которые работают в сфере производства биологически активных добавок, они поставляли и поставляют витаминизированные наборы для наших врачей, для поддержания их здоровья. Также идет поставка ряда медицинского оборудования, недорогого, которое сегодня тоже востребовано с учетом тех масштабов, с которыми сегодня приходится сталкиваться нашим врачам. Предприниматель, а с сентября еще и депутат АКЗС Григорий Бахтин, помогает не только с медоборудованием. Врачам он привозит витаминизированную продукцию собственного производства. В России всегда объединялись люди, когда какая-то беда затрагивала. Я думаю, здесь то же самое произошло. Ни у кого вопросов не возникало. И мои коллеги по предпринимательству тоже так же откликнулись. Ни у кого вопросов никаких не возникало в этом плане. Что нужно поддерживать, не нужно поддерживать. Просто все взялись консолидированно, как-то к этому отнеслись, очень с пониманием. И до сих пор поддерживаем. Помощь сегодня поступает не только в специализированные инфекционные госпитали, где лечат больных с ковидом, но и во все учреждения системы здравоохранения. Для минимизации риска заражения врачи получают костюмы, маски, перчатки, антисептики, а еще приборы для обработки помещений. Накануне депутат Государственной Думы Александр Прокопьев терапевтическому отделению ЦГБ подарил две бактерицидные установки. У нас стоит вопрос о том, какие нужные меры предпринять в отделении, для того, чтобы уменьшить возможности риска заражения и пациентов, и сотрудников. Поэтому остро возникла необходимость наличия ультрафиолетовых облучателей, которым вирус очень чувствителен. В течение нескольких секунд и жизнеспособность вирусов резко падает, он не способен заразить человека. По просьбе заведующей инфекционным отделением ЦГБ для обработки палаты чистой зоны приобрели генераторы холодного тумана. О том, что отделение нуждается в таком оборудовании в ходе личного онлайн-приема Лариса Фоминская рассказала депутату Госдумы Александру Прокопьеву. Сам Минздрав, в том числе за счет федеральных денег, закупает в медучреждения функциональные койки, кислородоконцентраторы, оборудование для диагностики и многое другое. Пандемия – тяжелое испытание для всех, для власти, медицинского сообщества и бизнеса. И только совместные действия дают надежду на то, что мы справимся со всеми трудностями. Предприниматели Бейска, а также депутаты, готовы и дальше помогать врачам держать осаду. Столько, сколько это будет необходимо. Евгений Плохотин, Иван Зяблецкий. День с толком.